Студент Табунов отвечает за могилу революционера Табунова. Так, вот здесь. Вот там обозначите, вы помните. Подобные субботники в конце апреля на князь Владимирском кладбище стали уже традицией. С года в год подрастающие поколения приводят в порядок старейшие некрополи областного центра к великому празднику Дню Победы. Учащимся химико-механического колледжа предстояло убраться на воинском мемориале. Студенты привели в порядок территорию, где захоронены более тысячи человек. Покоятся здесь бойцы Великой Отечественной войны, скончавшиеся во Владимирских госпиталях. Сначала мы подметали мемориалы везде, подметали дорожки, а сейчас мы их прокрашиваем. Вообще, мне кажется, нельзя забывать таких людей. Которые воевали за нас, и если мы это сейчас не сделаем, то это уже никто не сделает. Этот мемориал был возведен в 1975 году. История же самого кладбища уже насчитывает несколько столетий. Первые захоронения здесь появились в конце 18 века. Краевед Валентина Титова о князь Владимирском кладбище написала целую книгу. Одна из глав посвящена захороненным здесь знаменитым людям. Здесь участники войн, начиная с конца 18 века. Люди участвовали в войнах разные. Участники Первой мировой, которых привезли с поля боя сюда. Здесь участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза. Здесь похоронены известные владимирские врачи, педагоги, художники, композиторы. Артистов очень много. И учитывая возраст захоронений, некоторые могилы приходится спасать. В начале 2000-х, участвуя в подобном субботнике на кладбище, учительница 21-й школы Вера Белова со своими учениками обнаружила под слоем земли каменную плиту. Оказалось, что это могила князя Михаила Волконского, двоюродного деда Льва Толстого. Вот понимаете, там наверху единственный памятник, саркофаг, на котором наверху крест. Причем такой классический по Библии. Там крест и перевернутое копье, и заостренное копье. Потому что один из разбойников ударил Иисуса Христа, а другой копье опустил. А с той стороны Голгофа. Вот с той стороны было несколько лучше видно. А все остальное было завалено землей. То есть это вот уже подкоп, сделанный как таковым. К слову, задача молодежного десанта в рамках этого субботника прежде всего заключалась в сборе прошлогодней листвы. Основную же работу по очистке и благоустройству территории князь Владимирского кладбища выполняет МКУ благоустройства. Сотрудники городской коммунальной службы работают здесь ежедневно. Собирают мусор, производят опиловку деревьев и приводят в порядок могилы. Старые ограды, которые уже лежат на земле. Памятники. Это утилизируется и составляется крест. Тем не менее, в администрации сегодня говорят, одной уборки на этой территории недостаточно. Необходимы более глобальные работы по благоустройству и реконструкции. Например, северная стена кладбища рассыпается буквально по кирпичику. Ее необходимо отреставрировать. Срочной реконструкции нуждаются и десятки памятников. Если сейчас их не привести в порядок, через несколько лет их придется утилизировать. Я считаю, что это историческое место, которое нужно поддерживать, которое нужно благоустраивать. И обязательно, чтобы в этом участвовали наши ребята, которые в дальнейшем и своим детям, своим внукам будут рассказывать, что они принимали здесь участие в таких мероприятиях и рассказывать, кто здесь похоронен. И чтобы задуманное воплотить в жизнь, общественная палата предложила создать попечительский совет князь Владимирского мемориального кладбища. Эту идею поддержали глава города Ольга Деева и глава администрации города Владимир Андрей Шохин. Задача совета – организовывать на постоянной основе мероприятия по уборке территории и привлечь к этой работе как можно больше молодых людей. Это будут представлять различные структуры. Это и вузы, это и школьные учебные звенья, то есть школы, это военкоматы, это здесь врачи захоронены, ученые и так далее. То есть разные структуры будут ухаживать за своими памятниками, местами. Здесь будут проходить экскурсии проводиться, музей-заповедник уже организовывает такие мероприятия. Также попечительский совет займется разработкой концепции будущего благоустройства и реконструкции кладбища. Специалистам вместе с общественниками предстоит определить фронт работ. Одна из идей обсуждалась уже во время субботника. На территории необходимо разместить информацию об истории некрополя и захороненных здесь людях. И еще одна цель – успеть хотя бы основные работы по реконструкции кладбища завершить к юбилейной дате. В следующем году наша страна отметит 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. И благоустройство князь Владимирского кладбища – это дань памяти и благодарности людям, отстоявшим Родину самые страшные для страны годы. Анна Морозова, Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Продолжение следует...